Пожарные из сельских населенных пунктов повышают квалификацию. Сотрудники получили новые знания по профилактике и тушению пожаров и ликвидации ЧАЭС на территориях сельских поселений. С современными формами обеспечения пожарной безопасности ознакомились 4 специалиста из Индиги, Великовисочного и Устькары. Неотъемлемые условия при приеме на противопожарную службу обучения, которые необходимо пройти всем новичкам. Особенно это касается пожарных, работающих в условиях сельской местности. И рассчитывать приходится только на свои знания. В этом году обучение прошли 4 сотрудника отряда государственной противопожарной службы из населенных пунктов округа. При поступлении на работу, в общем, они у нас проходят обучение в поселке Красное. У нас там базовая, так называемая наша часть, часть номер 2. Они проходят обучение по тематике, согласно учебного плана, есть у нас такой типовой план. На каждом индивидуально составляется. Они, согласно вот этого плана, проходят обучение в количестве 10 дней. 10 дней они проходят обучение. Так молодой сотрудник из поселка Устькарах от Анзейский Андрей проходил его на базе учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В ходе двухнедельной курсовой подготовки ему предстояло узнать специфику работы водителя на специальных пожарных автомобилях, изучить передовой опыт в сфере обеспечения пожарной безопасности и применения современных сил и средств при ликвидации возгораний. То есть мы изучали устройство, принцип действия, принцип работы пожарных автомобилей. Конкретно нам был выделен автомобиль на базе ЗИЛ-131, ЦП-3-6-40, на котором мы, так сказать, практиковались. Основная наша задача была познать, как пользоваться пожарным автомобилем, потому что это специальная козботехника. То есть мы работали с гидрантов, забирали воду, работали с кинообразователями. На сегодняшний день все 18 муниципальных образований округа охвачены пожарной охраной. Штат укомплектован практически полностью. В настоящее время открыта только одна вакансия – водителя пожарной машины в посёлке Усть-Кара. В ближайшее время специалист будет принят на службу. Предварительно он пройдёт медицинскую комиссию, далее его направят на стажировку в пожарную часть номер 2 в посёлке Красное. На следующий год руководство казённого учреждения планирует отправить на переподготовку ещё шестерых сотрудников. Елена Семёнычева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».